Пятилетним ребенком встретила начало войны Светлана Ильясовна Голованова. Ее детство совпало с тяжелейшими испытаниями, какие только могли выпасть на долю людей. С голодом, холодом, вражескими обстрелами, с блокадой Ленинграда. Несмотря на юный возраст, она помнит, как снаряд попал в роддом, где в тот момент появилась на свет ее сестра и где лежала ее мама. Лишь счастливая случайность сохранила им жизнь. И несмотря на все самое страшное, что пришлось пережить блокадникам, Светлана Ильясовна считает себя счастливым человеком. Мы жили в счастливое время. Хоть мы голодны были и, в общем, кое-как укарабкались. Слава Богу, я вообще Питера люблю и считаю своим городом. И никакой не Санкт-Петербург, а просто мой любимый Ленинград. В Щелкове Светлана Ильясовна всю жизнь трудилась на хлопчатобумажном комбинате и на пенсию вышла с должности начальника технического отдела. К ней ветерану труда накануне 75-летия полного снятия блокады Ленинграда приехал домой глава района Алексей Валов. Он вручил Светлане Ильясовне памятный знак в честь юбилейного события. «Приехали со знаком внимания, словами благодарности за то, что вы, будем говорить, это время так пережили, с такой силой воли, с терпением. И сейчас, на данный момент, мы приходим все и рассказываем всем нашим детям, что пережили вы и с кого они должны брать пример». Для всех блокадников представители власти стараются делать приятные сюрпризы. Так, начальник Щелковского управления социальной защиты населения Жанна Пеняева порадовала Светлану Ильясовну Голованову еще и материальной помощью, которую специально для блокадников учредили губернаторы Санкт-Петербурга и Московской области. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...